Ииии, всем привет, дорогие подписчики канала Амбрилла Таиченко, про этот Вескер с вами на связи. Ну а это Shadow of Tomb Raider, тейнер-сетительница границ Ларат Крофт. Мы только что сейчас с вами полторы недели назад. Вот такой вот пружинок времени прошел. У меня с момента записи предыдущего эпизода, надеюсь, что вам понравились эпизоды. Надеюсь, что комментарии все это время оставляли. Хотя, кому я говорю? Конечно же оставляли, иначе бы чьи комментарии вот здесь появлялись бы в начале ролика и в конце ролика. Я читаю ваши комментарии, ребят, и добавляю их тихонечку. И потихонечку иногда беру комментарии со стримов последних, так что, ребят, и на стримы приходим. Но, конечно, хотелось бы комментарии именно под видео. Но я понимаю, что происходит сейчас с Ютубом, поэтому отношусь толерантно. Это нормальное явление, ребят. Но не забываем подписываться и копировать ссылочки на все наши социальные сети. Все в описании. Вот прям вот тут внизу, в описании там есть, нажимаешь и копируешь. Рекомендую сразу залезть в Дискорд и в Телегу. Потому что там есть дубль этих ссылок. И чтобы не мучиться с прогрузкой в Ютубе, с этой описанием, потому что я понимаю, что Ютуб всех сейчас глючит. Чисто сразу забежать туда. Либо через главную страницу нашего канала. Там ссылка на Дискорд и на Телегу найдете очень быстро. Приключайтесь туда и доступ есть. Можно еще в ВК. Да даже, наверное, нужно. Потому что по объему, по объему подписчиков у нас второе место именно ВК после Ютуба. Вот второе место после Ютуба. Так что не брезгуем, ребят. Будем на связи. Тем более, как недавно он говорил по одном из стримов. Мы сейчас самая крупная амбрелла из всех существующих. Такая небольшая сейчас ремарка была к этому комментарию. Если я вдруг решил именно его взять. Узнай себе, я скорее всего именно этот комментарий бы и взял бы. Так, ну ладно. У нас сегодня с вами... Смотрите. По сохранениям. У нас остается всего 11%. То есть 89% мы уже прошли игры. Впереди только финал. Как с Китишградом. Но здесь, здесь есть пара заданий. Пара заданий, насколько я помню. Вот так. Вот они прям даже все чуть-чуть шикарно. Нам нужно с вами вот сюда и сюда. Я не знаю, сколько они по времени. Один-два эпизода точно. После этого перед спасением... Ну, либо если задания крупные, вот эти вот. Ну, либо одной из какой-то крупные окажется. И между ними мы с вами попытаемся пособирать оставшиеся достижения. Мы всю мелочевку уже собрали. То есть каждую реликвию, каждый артефакт. У нас с вами только остается... Несобранный... Вот отдельные испытания. Вот где? Есть вот... Не знаю. Вот здесь, по-моему, какое-то испытание. Да, вот видите? Вот звездочка. Там вот палатка над гробью. И дальше идет звездочка. Вот там у нас одно из двух. То есть тут есть какой-то второй испытаний, который я вообще даже не нашел. Что... Немного странно, но... Я знаю себя. Такое я не удивлюсь, что возможно. Так. Где у нас еще с вами... В Кубок Яку так вообще три испытания, забейте. Какие-то есть три. Ну, и только одно из них я закончил, а второе... А вообще я не нашел даже второй и третий. То есть тоже есть чем позаниматься. Так что между вот этим парой заданий ими мы с вами займемся. Вот опять же в Тайном Городе есть шесть заданий, из которых только четыре я сделал, два не сделал. Это только Тайный Город. Опять же... Ну, да. То есть Тайный Город у них, видимо, вся эта территория большая считается. Что там, что там. То есть надо будет это все просматривать. Надо все это дело просматривать, высматривать, выявлять, выявлять. В Чрево Зверя это отдельная локация, там ничего нету. Так. Тут нет подразделения на верхний и нижний Город? Нет, тут все один город большой считается. Возможно, вот здесь, кстати, где-нибудь есть. Потому что я помню, что вот здесь дорожка какая-то вот где-то. Я не помню. Мы пробовали там, да, запрыгнуть, по-моему, насколько я помню. Но ничего не вышло. Так. Давайте вот сюда, здесь посмотрим. Тут Лара у нас была Берсерком. Все поуничтожала. Здесь мы все вообще собрали. Мы молодцы. У нас не хватает только вот здесь два задания. И все. Так что, смотрите, задания, парочка достижений, которые быстренько можно сделать. Потому что я посмотрю гайды. Если задание одной из этих будет крупным, ну, попадется. Значит, так будет делать. Если нет, значит, ну, посмотрим. Посмотрим, конечно. Но главное, смотрите, в чем соль. Тут технически можно растянуть на четыре эпизода. Так что вся неделя вот эта, возможно, у нас будет вся в Ларе поголовно. А потом пойдет новенькая лара ремейкнутая классическая трилогия ремейкнутая. Она у меня есть. Она у меня есть в хорошем качестве. Мы с вами ее тоже будем проходить. То есть геймплей по Ларе Крофт продолжаются. Так, ладно. Ах, кстати, вот, значит, сюда нам надо обратиться в лагерь. У нас, кстати, тут рядом, да? Можно воспользоваться специфорончиком? Времени прошло всего ничего. А как Этсли возмужал? Из него выйдет отличный царь. Согласен. Он лишился обоих родителей. Как и ты? Да, мне кажется, он справляется лучше, чем я. Это только со стороны так кажется? Такой груз ответственности. Огромный. Представить не могу. Что не может сказать? Значит, дело теперь не только в Тринити. Нет. Я пекусь о Пайтите. Закончили? Ну, с одной стороны, мы видели эту коронацию. Но кто не смотрел, посмотрите предыдущий эпизод. Там все. От взрывающегося вулкана и разрушения целого города до гребан-местической кошки и заканчивается все скромной британской поэтической церемонией княжества. Ну, блядь. Ну, он не как бы... Ну, он не как бы... А он не как формальный император считается? Или все-таки чисто как руководитель, мэр местный? Ну, мне просто непонятно. Я понимаю, что у них была империя, а сейчас империи-то нету. И как считается сейчас? Как император, наверное, тогда. Ну, церемония новичания на царствование. Так сказать, своеобразная. Причем забавно, что по их логике формально, формально должна быть Лара. Ну, если кто помнит из эпизодов, там был щит древний, где сказано, что любой может стать руководителем Пайтити. Это такая либеральная система монархии у них очень хорошая. Вообще любой, не по крови, а вообще любой. А во-вторых, во-вторых, как бы все три реликвии-то им достала Лара. Чужеземка. Так что, как ни в круче, у нее больше легитимных прав, чем тот же самый Унурад. Так, давайте сейчас посмотрим, что можем. Ласп. Компактное оружие армейского образца, предназначенное для ведения беглого огня. Мощный армейский дробовик, способный наносить впечатляющий урон с огромной скоростью. Дайте вот это я улучшу. Сначала базу. Прямик перезарядки. Урман. У нас сейчас полно всего я хочу на что-то улучшить. Пока есть возможность. Я хочу посмотреть, на что мне уходит. Но он все равно уступает тому дробовику, что стоит у нас. Шепчущий блич. Хотя он переплевывает сквозь перезарядки. Но боезапас слабенький. Боезапас слабенький. Но точность. Хотя по точности... Не, по точности тоже уступает. Он хорош только в скорострельности и скорость перезарядки. Слушай, эта штука была бы очень хороша против Виндига. А если не будут там? А если они там будут? Так. Ну это пистолетовый элемент. Прокачиваем все, в чем-то нет. Ну, смысл копить-то, если я так все-таки делаю, использую попору на грань. Ооо, вот уже на что-то не хватает. Так, давайте теперь тогда смертоносность. Вот прям на что-то не хватило. А, мне шкуры не хватило. Ну вот даже если так, дайте посмотрим, что это себе представляет. Ну слушайте, он только по боезапасу уступает. А там, по-моему, только боезапас прокачать немножко надо. Нет, 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 боезапас прокачан. Время и перезарядка. То есть, смотрите, он успает только по боезапасу, но по скорострельности и скорости перезарядки. Ну, в принципе, это пистолет-пулемет. Это логично. Это как бы винтовка, пистолет-пулемет. По урону... Ну, не шибко сильно-то. ГФ... ГФ-раут хорошо поскользь перезарядки и по урону. О, полная тень. Подожди, а какая у меня сейчас стоит? А, у меня эта стоит? А, подожди, почему у меня эта стоит? Так, если вот эта поставить... Нет, слушайте, ну в любом случае, вот эта пол... Ну, мощная, как паровоз. У этой винтовки огромный урон, но низкая скорость стрельбы. Ну, технически, если уж я использую что-то мощное, ну, я обычно прихожу на варабаш. Так что давайте вот с этим походим. А что нет-то? Боезапас маленький, но... Не, не нужна скорость. Скорость слишком... Здесь, вот у этой игры есть большая проблема. У Лара может, так сказать, свои патроны, но они ограничены по количеству. Это... Получается, вот эта винтовка, она скорее как снайперка используется. И это плюс большой. То есть, у нее ограниченный боезапас, у нее скорость перезарядки повышенная, скорострельность пониженная, точность высокая, урон высокий. То есть, это скорее как снайперская винтовка средней и малой дальности. Ну, может, дальние дальности, как вариант, хороший. Если... А там есть прицел? Нет, прицел нет, только есть лазер. Ну да, тогда средняя дальность. Это как винтовка М из фототанала альтернативно прозрачная пуля. А, что-то еще есть? Что-то еще могу покачать? Так, может, что-то из лука? Нет. 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 А, наверное, из одежды что-то, я так полагаю. Сейчас быстренько посмотрим вот так. Здесь тоже все старенькое. Да, видимо, из одежды. Так, во-первых, отправляемся в храмчик. Заварил себе крепкий кофе. Добавил маленькую ложечку меда. У меня мед есть? Две баночки хорошенькие. Одно в магазине, на другое у меня давно так сказать купил хорошего пастичника через родственничку. Своих родственников. Хороший мед, хороший мед. Снимкарь очень хорошо делает. Маленькой ложки достаточно. Вот очень маленькой ложечки. Не надо целую огромную чайную ложку ложить. Достаточно немножечко. Очень, очень хорошо. Причем не засахаренный даже. Очень немножко надо. А и вкус нечто. Значит, сейчас выполню вот эти заданицы. После чего у нас будет эпизод, наверное, с достижениями. Если вдруг я решу... нет, я, конечно, его сделаю. Ну, мне это самое интересное что-то достижение. Потому что в Кубакьяку, в Тайном городе, ну ладно, в Тайном городе, может быть, там на пирамиду туда будем лезть, свергать Амару и так далее. Может, там два последних по пути выйдут. Кто знает. И одно в джунглях, где мы приземлились и где покормили ягуаров нашим пилотом. Жалко пилота. Хороший был мужик. Потом его скинул... Кстати, они вот так быстро обголодали. Говорят о том, что они вообще голодные там водятся. Хотя у них там бабуины капибару бегают. Вообще, удивляюсь. Я, кстати, до сих пор удивляюсь. У них, ну, у ягуара, вот в зону, куда мы упали, именно где ларбала, там столько капибар и дичь вообще бегает. Бери, жри, не хочу. А я, кстати, у кошки сделаны природой таким очень интересным способом. Особенно, если обратить внимание на домашних кошек. То есть, даже у диких чуть получше с этим. Но все же, они созданы таким образом, чтобы постоянно двигаться и жрать. То есть, им не свойственно в обычных условиях лежать и отдыхать. Они должны двигаться постоянно. Самая лучшая представительница вот этого объяснения, что же я сказал, это берманская серая кошка. Это самый опасный хищник на планете. По результативности даже самый лучший. Если что, я серьезно. Король лев никакой не король. Львы не короли. Это миф полный. Вот эта кошка самый лучший убийца. Хитман с Джоном Уиком завидуют стороночке и побаиваются с их собаками. Реально. Так. Во-первых, стандарт. Золото не тащим. Я понимаю, что Ларе хочется покрасоваться. Вообще, кстати, мне не нравится, что Лар заставляет одеваться. Лара, надо поговорить. Что это? Вот об этом я и хочу поговорить. Встретимся во дворе. Тайное задание? Так, давайте сначала с этого начнем. А! Ты мне задание не даешь? Ну ладно. Лара, иди сюда. Надо поговорить. У нас проблема. Какая? Выкладывайся на чистоту. Что такое? Трините еще здесь. Что? Я думала, они все на ритуале в Пайтите. Видимо, когда сошел Сель, они оказались отрезаны от остальных. встал. Они обнаружили руины под землей и разбили там лагерь. Это склеп. Местные говорят, его построили для жрецов Зипакны. Древнего бога гор. И вулканов. Мы к этому вернёмся. Склеп примыкает к храму Зипакны. Многие сейчас ходят в этот храм. Ходили, пока не явились незваные гости. Вот почему толчки и выбросы не прекращаются. Зипакны злится, что про него забыли. Так вот, Лара, я подумала... Можешь что-нибудь сделать? Мне неловко просить. Сделать с чем? С природой? Хорошо. Спасибо. Такое облегчение. О-ла-ла. Так, Лара, время вопросиков, время вопросиков. Что? Да, что? Давай выкладывай. Эх, и он оттого время не терял. О, чую, у него уже был перепихунчик с ней. Стоп. А, нам туда... Так, будем действовать под порядком. Кур, не трогаем. Прикинь, прятаться в склепе. Я бы ни за что. А чё, нет-то... Нет, технически это вполне... В общем, в смысле разумно. Во-первых, такие склепы делали с двумя выходами. Всегда в прошлом. Прекрасно проверяем даже египетские пирамиды. Всегда есть запасной выход. Всегда, всегда. И... Можно не только отстреливаться, но и отходить. Лагерь Тринити будет нетрудно найти. Эти ребята особо не маскируются. Это да. Лагерь Тринити будет нетрудно найти. Ладно, ладно, ладно. Эти ребята особо не маскируются. Заодно испытаем новую бинтручку. Я в порядке, Гильермо, я в порядке. О-о-о. Изабелла, тебе лучше? Ты не говорила, что ты Лара Крофт? Я... Я рада, что мы встретились. Спасибо, что спасла меня. Мы разгадаем секрет этого места и узнаем, что значат эти каменные лица. Ману был прав насчет склепа и всего остального. Не терпится все разузнать. Изабелла, тебе лучше? Ты не говорила, что ты Лара Крофт? Она не знала, что она Лара Крофт. Но она знала, что есть такой человек Лара Крофт. Нет, я понимаю, что нынешнюю Лару по сравнению с ее оригинальной версией, даже ремейкнутыми прошлыми до перезапуска визуального тюрьмового, к сожалению. Да, мне нравится, как сделана сама игра, но мне не нравится образ вот такой вот хиленькой Лары. Мне нравится классическая версия. Вот знаете, я сторонник плоской груди. Не путай с плоской землей. Я сторонник именно плоской груди. Я считаю, это самый красивый грудь в мире. Но я у всего есть исключение из правил. Даже здесь любой сторонник плоскогрудного мира вам точно скажет, что нет идеальнее для Лары Крофт груди, чем ее стандартный, средний, либо чуть большой размер, который был вот в золотой эпохе и в первых самых играх. Там разработчики идеально создали персонажа. Вот чисто идеально. И пусть все там говорят, что это объективизация женщин. Извините, разработчики ее родили такой. Или вы хотите сказать, что девушки, которые рождаются вот такими, это объективизация женщин. И должны они быть жирными, пухлыми, вонючими, волосатыми. Нет, ну это получается так. Так, если вы не хотите видеть красивую женщину, значит, хотите видеть противоположную ей. Извините, что я так выражаю. Но это реально вот так выглядит, получается. И поэтому я не сторонник такого феминистического подхода. Я именно радикально феминистического подхода, я не сторонник. Феминизм, он имеет право на существование. Там равные права и равные обязанности у обоих полов. То есть, что дозволено одному, то дозволено и второму. Что обязан один, то обязан второй. И так далее. Да, была права. Да-да-да, была права. Идемте туда. Есть что новенькое? Нет? О, подождите, это я возьму. Подождите, тут, там что-то валяется. Такой, такая ныточка большая. Кстати говоря, что-то я не... Я забыл по поводу... А, все, у нас полный декомплект. О! Надо было им подходить. Ну да ладно. Нет места. Ничего не могу взять. Ой, да ладно. Ай. И где он? Он подо мной, что ли, до скреп? Ладно, допустим, как мне туда попасть. Вот помните, я говорил, что там будет какой-то вход. Я думал, там будет выход. Как я ошибался. Я думал, выход из подземелья. Но мы вышли в сторону реки. Тут оказалось... Дюнар. Пойду с этим. Мне проще. Так. 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 Ну да. Что за вопрос? Сойдемте. Сначала избавиться от Ринити здесь. Раз они отрезаны, значит, надо их выкуривать. Потом обменяем. Если кто-то захочет. Хотя, зная Тринити и зная Лару, мне кажется, там они оба мне скажут солидарно. Пошел нахрен, мескер. До последнего будем. Ну или до последнего. Но они реально-то скажут. Я вам представляю себе. Они идут друг-друг до пушки такие уставят, друг-друг напротив. Поэтому, как вы, слушайте, давайте, мерно, никого не биваем. И они оба на меня одновременно крикнут. Крикнут на меня одновременно. Потом скажут. Хоть в чем-то мы солидарны с тобой. Согласен, мескроут. Вот в этом мы с вами солидарны. Абсолютно с вами солидарны. Хотите немножко кофе? Ой, спасибо. Хоть мы сейчас и будем убивать в другом доме. Проносали они. Ой, спасибо. Это забавно было бы. Нет, реально забавно. Хотя бы их сблизил бы немножко. Понимали. Общий интерес. Вы знаете, общий интерес всегда сближает разные группы. Даже если это враги. Далеко ходить не надо. В истории самый прекрасный пример. Это вторая мировая война. Где капитализм и коммунизм объединились против веневодов. Еще более лучших. Так, нам сюда. Это я могу ломать? Я бы вместе вырубил бы свет. Так, а это что у нас? Этот символ мне не знаком. Серьезно? Ты только из-за этого? Кстати, там патроны валяются. Походу, за нами пойдет большая арда. Будет забавно. Я вижу, я понимаю, что это ловушка. Я не понимаю, как эта ловушка работать должна. Никаких документиков нету. О, что? А, никакой ловушке. Я не понимаю, как эта ловушка должна работать. Так, вот это видно. Мне кажется, они там уже... Мне кажется, они там уже все померли. Заперто. Но можно же их открыть? Можно. Переоткроем сейчас. Понять, как. Она мощная. О. Опять этот символ. Что за символ? Дай посмотрю. Похоже на пауков. Или краб. О-оу. У меня есть предположение. Оно безумное, но вам может понравиться. О, вот это не есть. Спасибо. Что, если это негр угробница, в прямом понимании этого слов, но это не основное предназначение. А что, если это, как минимум, зона обиталища гигантских пауков, как минимум, а в худшем случае зона обитания лицехватов, он же спейс, эээ, спейсхагенов. Я лучше с этим не похожу, он мне безопаснее будет. Спокойнее. Так, подожди, я его. Так. Нет, вот с этим. Красава. Кстати, почему так тихо? Грибочек. Открытая большая арена. Мне очень не нравится это место. Оно мне вообще не нравится. Мешки заложили. Тринити тут времени даром не теряли. Ну и хорошо. Нам меньше работаем. Лара, ну-ка, расшифуй, пожалуйста, нам этот... Это какой-то важный символ. Да, это называется символ краб, лобстер, паук с япожирающим. Мне кажется, здесь будет какой-то гигантский монстр. Не знаю, почему, но есть такое прям ощущение. И судя по тем катакомбам, я не ошибаюсь. Ну, а вот тринити я вообще здесь не наблюдаю нигде. Они ушли в глубь, лисер. День один, позиция один. Нет сигнала. День один, позиция два. Контакт. Радиообмен затруднён ввиду сильных помех. День один, позиция три. Контакт. Приказано ждать эвакуации несколько дней, потому что весь персонал стянут к Кану. День два, позиции один и два. Нет сигнала. День два, позиция три. Контакт. Сигнал идёт с перебоями. Тоже сообщение. Все последующие дни, все позиции. Связь установить не удалось. Вероятно, вулканическая активность глушит сигнал. Да, кстати, может быть ещё и вулкан. Как вариант. Ну, углекислый газ вырвался наружу. И так далее и тому подобное. Так, с этим проблемой. Мне очень не хочется открывать. Я знала, что у них должен быть генератор. Да, молодец. Только чем это для нас кончится? Мне почему-то это очень не нравится. Подчуясь. Стоит только запустить и начнётся веселье. Во всех смыслах этого слова. Это очень, конечно, хорошо. Теперь я очень рад. Давай сначала здесь пройдём. Потому что тут есть ловушка, которую я не знаю... Как там активирована она вообще или нет. А, кстати, давай его вулк попугаем. Вроде они её деактивировали, я так понимаю. Я лучше тут пройду пока. Вот там обходной путь. Там открыто. Здесь я сразу не открою, потому что надо идти туда. О! Здрасте. Мне это не понравилось. Мне очень не понравился этот звук. Ну да, мне в любом случае идти туда. Ну и хорошо. Ну, кстати, очень много придумано. Я реально не заметил этот проход. Его реально не видел. А тут вот так вот. Но показать. Я вообще думал, что это не проход, а... Учитывая, что они здесь заперты, я бы на их месте так бы за бутылками бы не бросался бы. Да, они вроде бы опытные ребята. Не должны так сверить. Что-то здесь не ладно. Ты нахрена свет врубать? Нет, я понимаю, это экономия и всё такое. Ну, кстати, тут вот этот символ везде. Немного странно. Так, прежде чем идти туда, к Тринти. Сначала я открою все двери для себя. Неспокойно. А может, я сейчас кучу древних зумов, которые сожрется деревню, познают. Хотя, учитывая, что тут так грамотно поставлены решетками, кажется, здесь местные сами знали, что здесь что-то должно прятаться. Мне это очень не нравится. У меня какое-то лютое ощущение дежавю. Я не знаю почему, но оно у меня есть. Я знаю, что будет, если выбрать не ту дверь. Ничего хорошего. А какую нам выбрать? Есть подсказка? Они написали позиции 1, 2 и 3. Так, полагаю, вот это. Подождите. Так, минуточку. Я не готов к такой головоломке. Я в том плане, что я не понимаю ее устройство. Надо понять. Вот, смотрите. Тут очень важный символ скоробей. И здесь символ скоробей. Они все разные. Ну-ка. Раз. Два. Так, это один и тот же. Этот и мной. Порошком. Вот этот. И этот отличаются... Нет, вот эти вот одинаковые. Вот эти два одинаковые. Да, вот это одинаковые. Так, вот этот отличается. А вот этот такой же, как предыдущие. Нет, даже тем нет, он отличается тоже. Нет, одинаковые. Мне вот этот нужен. Мне вот этот нужен. Я знала, что этот символ важен. Ну, мало ли, честно. Хотя бы расшифровку не дают. Уже на том, спасибо. Так, а вот местечко начинает попахивать Виндиго. Мы такой ценой его достали. И ты хочешь, чтобы его стащили? Я говорю о другом. Не понимаю, зачем мы вообще за ним полезли. План хороший. Надо только набраться терпения. Знаю, просто... Это ожидание. Так. Сколько у вас там? Трое. Главное, чтобы без Виндиго. Ну, понравилась эта штучка. А главное, остальные не среагировали. Скорее всего, это именно и были остатки. Так. Ну, прежде чем что-то забирать... Давайте-ка сначала проверю, чтобы убедиться, что здесь безопасно. Тут одна большая арена. Я сюда еще пройдусь. Хочу убедиться, что здесь время безопасно. Так, а это главные ворота. Либо они отсюда выбегут, как вариант. Так. Наверное, лучше тогда газ использовать. Здесь очень большое место. Мне тут не нравится. Ну ладно. Что это такое? Эбби, это Лара. Я в лагере Тринити. Они тут охраняли фигурку краба. О нет, это краб Зипакне. Неудивительно, что земля ходит ходуном. Что с ним делать? Ну, они же ограбили склеп. Краб традиционно считается любимым блюдом Зипакны. Чтобы завлечь того в ловушку, близнецы-герои изготовили приманку в виде краба. И это сработало. Судя по внешнему виду этого краба, его создавали как ритуальное подношение. Вероятно, в храме Зипакны ему отводится место первостепенной важности. Учитывая, что в центре него находится рубина, а сам он из чистого золота. Это уже шикарная вещь. И это прекрасно. Если это были все Тринити, это забавно. Сейчас будет какая-то эпичная анимация, это будет забавно. А, сейчас это переход. Или... Ну, слушайте, если это так, может, он даже растянется без... Потому что сейчас 40... Нет, давайте. Я взял одно задание, я сказал, что если он будет длинный большой, значит, получается, у нас будет перерыв между эпизодами. У нас сейчас пока чисто какая-то вот просто тихая головоломочка, зигпатная. Нет, давайте что-то поэпичнее. Тем более, умею еще... Формально, запись у меня 5 минут. Может, за 45, она ложится. Может, 50. Да, посмотрим. Обрезать не буду. Я вот эти вырезки не буду делать. Не хочу ничего упустить. Тем более, ощущения. Мало ли сейчас какая-то касса пойдет. Как-то перезапускать, а почему-то зачем? Вообще, кстати, реально интересно. Что? Я сначала думал, что это не краб. Ну, иначе была бы сказала, что это краб. Вот, учитывая, сколько раз нам этот краб показывали, во-первых, понятно, что это была подсказка к входу, иначе бы ее нашпиговали бы копьями. А, во-вторых, ну, у меня было ощущение, что здесь будто какая-то пещера полная чудовища монстров. Сразу я вспоминаю метро. Особенно вторую часть метро, кто помнит. Там было очень много хороших дополнений. Когда ты путешествуешь из раз в раз, что Ульман и Хан, например, вот. Сколько шашелка пропадало? Ну, и вот, вероятно, вторую метро самую лучшую. Так. Кажется, впереди я вижу храм. Перед ним какая-то деревня. Это он. Давайте тогда я запишу этот дизод большим. Но, как-то не очень удобно. Так. А где мы сейчас технически хотим посмотреть? Ну, вот это уже точно не соответствует локации. И вниз спускаться нельзя. Так, давай сначала. Вниз спускаться нельзя. В деревне никого. Это из-за селя. Нет. Внизу... Выход метана. Это опасно. Нам надо туда бы, конечно. Но лучше обойдем. Сначала осмотримся. Че, нам тут еще придется не разбегать. Так, это закрыто. Это надо как-то, видимо, перетаскивать. Говорил, говорил газ. Говорил, что газ. Кажется, впереди я вижу храм. Перед ним какая-то деревня. Это он. Да, 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 да. Видите, вдохнул газик. Формально нам туда. Но я сначала по деревушке побегусь. Да, сказал человек, который не хочет какой-то эпизод захотевать. Но, быстро, мы реально сейчас надо. Это из-за селя. Если бы только из-за селя. Так. Было прекрасно, Лара. Но я сомневаюсь в этом. Ну, кстати, зато... Хорошие дома. Попробовывают сюда спуститься. Вроде... Дорожка есть. А там что? А, там альтернативный маршрут. Именно так было. Вот. Да, да, да. Идовы-то испарения, газы. То есть, Ларе не дают пройти особо-то. Здесь ее прямо направляют. Тут есть два пути, по которым она может идти. Надо попасть на ту сторону. Есть два пути, по которым она формально может идти. Как к тебе идти, это уже тебе решать. Но твоя задача выбирать. Так. А это, я так полагаю, как бы притянуть. Так. А это надо как-то притянуть. Надо пройти через церковь. Осторожно. Здания могут рухнуть. Понятно, что они могут рухнуть. А что я с этим поделаю? Давай, залезай. Пожумару пройдет. О, красиво. Мне он уже нравится. Он против невежества. Эд, он мне уже... Уже понравился. Шикарный. Я, конечно, атеист. Но божок у них шикарный. Я еще почему так медленно иду, не хочу на Тринити сразу наткнуться. Или на какую-нибудь... Ситуацию. Не может быть. Тринити уничтожили мост. Ты переберешься. Конечно. Куда найти тебя? Так. Давай аккуратненько. Выбор я, конечно, шикарный. Ну, с другой стороны, безопасный, кстати. Не надо идти поверху. Пойдем по-внизу. Ну, кстати, реально даются две дорожки. Нужно сместить центр тяжести. Либо прыгать туда. Лестница-обманка. Лестница была обманкой. Можно сейчас какому-нибудь вояку? Нет? Мне кажется, они все погибли. Потому что... Здесь, смотрите... Столько газа. Столько метана. В общем, здесь, скорее всего, либо метан, либо какой-то еще серый углерод. Это для себя. Ты же понял, что обманка? Нет смысла было туда прыгать. Я внутри храма. Ты кому? Зипакна ест краба. Любимое лакомство. О, так он... Подождите, это у них, получается, Юрмунгард местный, что ли? По форме это гигантский змей. Он ест краба, он на дне океана, получается. Зипакна – божество древних майя, брат Кабракана, бога землетрясений. Зипакну обычно изображают в образе огромного каймана, и он известен как бог-разрушитель, заносчивый и спыльчивый. Но при этом не любящий невест, что у меня есть. В принципе, логично. Мне кажется, я зашел по стекущей языке. А, сюда нельзя. Уважение богов. Походу, мы узнали обо всех богах. Плюс-плюс. А ну, сейчас будет магний, да? Смотрите, как... Смотрите, как... Какая краска сейчас. Видимо, это здесь. Лара? Все нормально. Я вижу Зипакну. Блин, вот бы он. Вы только посмотрите на этот вид. И они хотят, чтобы я полез в жерло вулкана, где температура поднимается до 5000 градусов. Слушайте, я понимаю, что во всех топ-райдерах есть плюс-минус в большинстве сцены с вулканом. Но это... Часто-бас. Приближаюсь. А, спец. Покойная, спокойная. Меня радует, что они не заставят нас возвращаться тем же путем. Тем более, что Тринити точно не здесь. Они не могут быть здесь. Это не логично. Для них. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Поджарюсь? Ты вот это видела? Под тобой настоящая раскаленная магия. Ты уже должна быть с густящей гоночкой. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. А она, такое ощущение, будто сделана из азбеста. Так. Вот, вот. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Чувак. Живей, живей. Чудом живо осталось. Как ты будешь выбираться, я не знаю. Там на ЛС ускорение будет. Здесь все понимают. Тут была подсказка много. Что ускорение будет. Так, прыжки. Я хочу понять, где ее ускорять. Они дали сейчас подсказку, я не понимаю. Так. Мне сейчас надо будет пройти несколько ритуалов, помогаю. Просто красотища. Согласен, а ты находишься на краю бездны. Это официально заявляю, скопировано прямо с Йормунгарда. Так, а как мне перебраться? Я так-то не понял. А-а-а. Все, теперь я понял. Так, может, отрезать. Нет, не могу. Теперь туда кто-то в лоб залезть надо. Залезть, что ли, вот здесь на лице? Она как-то должна допрыгнуть. Она не допрыгнет у меня. А, может быть, я попробую, конечно. Все, да, все. Закрепил поток. Я думал, надо вот по этой платформе. Надо было бы логичнее, кстати, деревянный платформ. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Да перекроешь. Давай. Ой, Закрепашка. Я не буду ревать этот суток. Он слишком хорош. Ой. О, ты жива. Да, ну, конечно, хорошо, что она жива. Мне рад, что она не сварилась, да? Или там поджаришься, что ли? Вот, посмотрите на эти струи магмы. Тут буквально с куканой. И они хотят, чтобы я прошел струй. Их тут несколько. Так, давайте посмотрим. Что делать? Мне кажется, один из них надо переключить. Вот там находится один. А, мне сначала нужно включить один. Потом, наверное, вернуться. Переключить другой. Я не уверен, на 100%. Ну, походу, вот так есть. Ладно, давайте пока вот здесь, походу, залез. Понятно, что мне идти не по этой. Так, мне нужно отрубить вот эту. И отрубить там все-таки. Так, жива? Молодец. Ну, у меня сейчас так не принято. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Надо сначала... А я могу их зацепить, там, зато, кстати. А, там что-то проход есть. То есть, это не получается пустышка. То есть, это вот этот парк с пустышкой. Нет, это, по-моему, дорогие. Давай, 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 давай. Я немножко не понял. То есть, мне надо как-то пройти по этому... В общем, я правильно понял направление. Я не понимаю, куда двигаться. А ее обдувают огнем со всех сторон. Ладно, если бы она зашла бы сюда. За что бы она там зацепила? Если бы сверху пошла. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Так, ладно, давайте отсюда посмотрим. Кстати, есть, наверное, возможность посмотреть направление. А может, мне реально разбить эпизод? Давайте тогда разобьем эпизоды. Тем более, местечко реально очень интересное. Ребят, надеюсь, что вам понравился сегодняшний эпизод. Я пока погадаю здесь. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. Тем более, эпизод уже час идет. Слишком большой эпизод выходит. Подписываемся на социальные сети, ребята. Обязательно, чтобы быть на связи. Ну, а с вами был Вески. Амбрилл Технологи. До скорой встречи. Увидимся уже с вами завтра в то же самое время. В Ларикро. Удачи. Продолжение следует.